Зритель Зрители, которые, наверное, хочется посмотреть комедии в большей степени, хочется прийти в кино, увидеть, я не знаю, актрис, актеров, и просто посмеяться, провести хорошо время. И вот показ, по-моему, два года назад был «1 плюс 1», конечно, после фестиваля такой был совершенно потрясающий резонанс, и все, вот как бы эта французская комедия еще раз подтвердила свой имидж, уровень и так далее. Зрители, эта программа в этом году, она, во-первых, не столь большая, это всего пять полнометражных картин, и они практически все комедийны. То есть, мне кажется, в этом смысле, ну, опять-таки, организаторы фестиваля, Жэль Шапрон, в частности, говорят, что мы ориентируемся на то, что выйдет в прокате, это вот мы ориентируемся и в разе на то, что показать что-то такое экстра, там, артхаусное, победить ли призеру. Но заканчивается фестиваль, и фирмы невозможно посмотреть. А здесь другая, как бы, стратегия. Интерес, а потом они начинают идти в прокат, и зрители, как на волне публикации, телепередачи, далее идет смотреть это кино. Ну, не знаю, для меня, конечно, это картина номер один «Клапиша», «Китайская головоломка», потому что мы все смотрели «Испанку», «Красавец», и это, как бы, продолжение истории в Нью-Йорке. Режиссеры «Испанки и красоток» новый фильм Седрика Клапиша. Ромэн Дюри, открой! Ромэн Баран Одритоту Сосиль де Франц и Келли Рейли Считаешь, моя жизнь прогулка? Да я кручусь, как в аду. Сразу видно, что ты не жил в Китае. Китайская головоломка И вообще это как бы особенность французского кино Американское только для подростков от 14 до 25 Французское кино рассчитывает на средний сегмент На зрителей, которым хочется не просто там тупо боевики шумы Есть попкорн и наблюдать, так сказать, оболванием выйти Хочется получить удовольствие Мне кажется, вот эта картина сегодняшняя от Лермонтических свиданий Она такая приятная, эстетская, приятная французская любви В свиданиях, в каких-то смешных вещах Красивые мужчины, красивые женщины То есть такой шарм Так же, как я думаю для, ну я не знаю, тех, кто любит спорт Вот этот тур де шанс, притом не профессиональный спорт Фишка в том, что любитель говорит Я буду ехать на Лос-Иди и побеждать профессионалов Тоже комедия опять-таки Вулкан страстей Это картина, которая сегодня во Франции Ну она с февраля, она с февраля вышла пока Имеет самые большие сборы Что приятно, что нам не присылают нечто второсортное Нам присылают то, что в этом году в Париже, во Франции Имеет самые большие зрительские рейтинги Видите, аншлаг И я думаю, что это хороший, как бы первый вечер И завтра будет еще ночь короткого метра И на нее я тоже надеюсь, что, в общем-то, придут очень много людей Сотку на то, что я их сброшу Блин Руки на капот, выходи Поднимаем, двести на эскорте Че, не понял? Я сказал, руки на машину Сейчас же вышел из машины, быстро Да не может он выйти Парализованный он, блин В больницу я его везу, понял? Конечно, не торопись Тут есть о чем подумать Ладно, не теряй время, садись Ребята, по машинам проводим их Садитесь, быстрее Как не стыдно Как это у вас вообще получается? Это пена, молока А вам не мешало бы, наконец, сдать на право? Фильм «Один плюс один» Это было настоящее событие во всем мире Во Франции, в Казахстане, в России, везде Таких фильмов, конечно, очень мало И даже не каждый год снимаются подобные хиты Так что я, к сожалению, не думаю, что будет такой, в общем-то Такого же успешного фильма, как два года тому назад Но все равно Китайская головоломка Может быть вот это Сегодняшняя картина «Отель романтических свиданий» Я думаю, что у подобных картин есть действительно здесь свой зритель И с года в год, в общем-то, вы сами понимаете, что у программы «Мини аонсайта» не наша цель В прошлом году у нас был мультфильм «Эрнести Селестина», а в этом году мультфильма нет Это просто потому, что, вы знаете, мы выбираем среди фильмов, которые покупают российские дистрибьюторы пока И поэтому, в общем-то, выбор не такой большой Это как бы перед прокатом мы устраиваем предварительные показы Это значит, что мы как бы где-то выбираем фильмы И где-то мы не выбираем, мы просто выбираем из того, что есть в России, в распоряжении Чего не вышло еще, что не вышло еще в Казахстане Я уже создавал фильмы во всех шанрах Я очень много работала на телевидении, создавал сериалы, и также я еще создавал мелодрамы Мне удалось поработать со звездами, например, это коллектив театра «Сплендит» Я работала с Джамель Дебус, известным актером И также я работала с актером Омар Си, который сейчас также работает для американцев Но с такими звездами, как Жерар Депардёс, с такими мировыми звездами, к сожалению, у меня не было случая поработать Они очень заняты, и у них очень мало свободного времени И это, конечно, не вопрос, сколько... Конечно, это вопрос тщательного времени, тщательного выбора Но я не думаю, что играть в моем фильме – это плохой выбор Вырос на французском кино И вы, наверное, знаете, что вот там волна молодых режиссеров, которые пришли в 80-х Была названа «Казахстанской новой волной», да? И это не даром, потому что это было в честь французской новой волны названо Мы в этот курс Соловьева просто исключительно смотрели французскую новую волну И каждый выбрал себе каких-то героев Вот, например, у меня, конечно, герой номер один – это был Жан-Люк Гадар Там у Дарижана Амирбаева, там Брессон, Роберт Брессон Кто-то там выбрал себе Трюфо и так далее Кто-то обращал внимание на комедийные направления В общем, из французского кино 60-х, 70-х годов, да и, наверное, даже 30-х Это если вспомнить фильм «Аталанта» Жанна Виго Абсолютный шедевр всех временных народов Это то, откуда наша казахская волна выросла Современная, вы знаете, ну, как бы, это уже новое поколение Допустим, это будет следующая волна, которая черпает что-то в фильмах современных французских режиссеров Невероятно интересное кино, безусловно Но оно немножко другое, но так и нужно Трудно судить о глубине взаимопроникновения, да, нынешнего казахстанского кино и французского Я могу говорить за свое поколение, которое, безусловно, связано глубочайшими связями Но хочется верить, что оно есть, потому что французское кино, это же феномен Который трудно где-либо в другом месте найти Его не найдешь ни в Германии, ни в Англии В Англии замечательное кино снимают, но оно совершенно другое И не говоря уже о системе поддержки государством французского кинематографа Это, наверное, многим надо поучиться, это целая система